МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Как вообще идеи возникло? В Йемен поехать. Ну, здесь идея не конкретно в Йемен поехать, идея поучаствовать в проекте вместе с врачами без границ, потому что проект обычно мы не можем выбирать, те, кто едут туда. Да. Ну, возникла изначальность банального желания познакомиться со своими коллегами за рубежом, обменяться опытом, посмотреть, как они работают, о чем они думают, чем живут. Там врачи без границ все равно работают в таких сложных точках. То есть вряд ли вы заранее понимали, что не будете работать на лучшем оборудовании, что будет сложно? Да, совершенно верно. Это гуманитарная организация, основные задачи ее это решение проблем в критических ситуациях, военные конфликты, какие-то климатические катастрофы. Ну, да, условия совершенно... Полевые. Полевые, да, они так и называются. Работа в поле. Работа в поле сотрудников. Ну, не знаю, как-то меня это не пугало. Не пугало это раз. Ну и вот, что меня приятно удивило, что независимо от того, что это, в самом деле, условия работы в местах с практически разрушенной всей инфраструктурой, организация планирует и строит свои вот эти фасилити на уровне и отвечающие своим требованиям. Давайте напомним нашим телезрителям, что это за проект «Врачи без границ». Организация «Врачи без границ» существует с 1971 года. Ее сотрудники помогают жертвам вооруженных конфликтов, природных катастроф и тем, кому отказано в медицинской помощи. Тысячи врачей всех национальностей колесят по миру, помогают жителям Центрально-Африканской республики, следят за здоровьем женщин Мозамбика, привозят лекарства и консультируют пожилых людей на Украине. Проекты гуманитарной организации «Врачи без границ» действуют в 70 странах. В 1999 году ее врачи удостоились Нобелевской премии мира. Расскажите, как попали в проект? Нужно ли самостоятельно заполнить анкету? Либо вас находят организаторы и делают вам предложение. Как это устроено? Конечно же, инициатором являешься ты сам. Я зашел на сайт «Врачи без границ», она была у меня на слуху. Была вакансия, не вакансия, они даже требовались на тот момент хирургии, ряд специальностей, и я подал свою форму заявки. Потом что произошло? Потом проходит такой этапный отбор, ты отправляешь свою информацию о себе, дистанционный, потом через, ну я конкретно через скайп общался уже с HR-отделом. Все, ты приглашаешься, была такая встреча, welcome days организованы, я конкретно рекрутировался через японский отдел в Токио. И после этого как-то вот ты уже попадаешь в пул сотрудников, такой резерв, так можно выразиться, и они рассматривают тебя как потенциального человека. И там куда вызовут? Да, да, да. Потом приглашаются. Вот приглашение, и надо ехать в Йемен. Да, вот конкретно для меня приглашение было в Йемен, потому что хирурги, как правило, требуются в каких-то конфликтных ситуациях, где имеется травма. Травма, да, для меня это было приглашение в Йемен. Павел, вопрос вот какой. Как же у вас с йеменским языком? Ведь, ну, я понимаю, что вы наверняка общались на английском языке, и когда заявку свою подавали, и когда все вот эти вот комиссии проходили, но самое-то сложное, мне кажется, находиться в моменте здесь у стола или в кабинете в своем, когда к вам приходят люди, когда с вами наверняка работают какие-то медсестры, какие-то помощники есть. Они там... Прочи из других стран. В конце концов, да. Вот этот вот языковой барьер, расскажите, присутствовал ли он, или пришлось брать какие-то дополнительные курсы, словари? Да, безусловно. И это оказалось для меня довольно серьезным таким испытанием, таким челленджем, работать не на своем языке. В организации существует два официальных языка, английский либо французский, и все работники должны на нем более-менее общаться. То есть даже при тех условиях, что большое количество было местного населения рекрутировано в работу в этой миссии, ну, как правило, это и бывает, все должны... Этот проект был английский, англоговорящий. Население, конечно, это обычные люди, люди из деревень, каких-то они... Неговорящие по-английски. Не знаю, неговорящие, да, но они арабоязычные, но местный персонал, он английский, арабский, в общем, так и справлялись. Не страшно было? Война же. Постоянная гражданская война. Знаете, у меня вот четкая такая картинка по... Мой первый путь и путь обратно. Много брифингов проводилось на разных этапах по безопасности, по тому, как себя нужно вести. В принципе, нужно вести... Если ты соблюдаешь все эти правила, то, в принципе, какая-то безопасность гарантирована. Ну, о чем я хотел сказать, вот, может быть, давлели вот эти брифинги, вот эти беседы. Мне это казалось, да, в самом деле опасно. Много вооруженных людей, посты, вот такая же вот картина, да, разруха. Разруха. Ну, вот когда я ехал обратно уже по истечению практически своих двух месяцев, ну, вот знаете, совершенно... Люди, да, пусть он стоит с оружием, но он тебе улыбается, кивает головой. То есть, вот... То есть, вот к врачам особое отношение? Безусловно. То есть, врачи, они... Безусловно. И дети, конечно. Безусловно. Это... Ну, я, может быть, не очень корректно выражусь. Он такой вот, как бы... Ну, не бренд это, конечно, врачи без границ. То есть, к ним отношение очень дружественное. И, в общем-то, на этом вся работа и строится, на доверительных отношениях, и вся безопасность на этом построена. И даже общаясь с местными, там, вот, такие, как сторожа, сторож такой вот есть, да? Он-то не охранник, там охраны как бы не было. Они говорили, что вот... Вот они очень рады, что, допустим, вот в этом городе, это был город Мока, есть вот этот проект, и что люди, которые не имеют средств, могут получить, в частности, женщины, там, у них рождаемость очень высока, получить помощь природов в поможении, да, там, хирургическая помощь. То есть, они очень благодарны. И, как бы, вот я когда ехал, вот уже, как бы, такая у меня, такая яркая картинка, туда и обратно. Люди просто застегнуты вот в такую ситуацию, они вынуждены брать оружие, они вынуждены вот это все делать. А вы обеим сторонам помогали? То есть, или озвучить? Да, полная беспристрастность, и беседуя со своими коллегами, были случаи, когда, допустим, госпиталь во время конфликтов разворачивался, и они организовывали потоки, открывались одни ворота, открывались вторые, да, принималось пострадавшись с двух сторон, вот конфликтующие, вот прямо они за воротами там конфликтуют, делались, потоки направлялись таким образом, чтобы они не перекрещивались, внутри они не есть. Да, 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 и после этого, как бы, вот, это еще раз, как бы, у населения доверие, то есть повышалось, что и тем, и этим, независимо от цвета и каких-то своих... Такой вопрос, но вы высоко квалифицированный сотрудник, но хирург, он и у нас в стране, как это, хирург, конечно, да, прям с большой буквы врачи и люди, но вопрос вот какой, вы за деньги там работали? Или это все-таки волонтерское движение? Я работал как волонтер, различные формы есть взаимодействия с врачами, я конкретно как волонтер работал, то есть не подразумевается заработная оплата, такая, которая должна быть врачу, хирургу. Ну, здесь у нас в стране, вам это в стаж пойдет, вот это время работы? Нет, это чисто моя личная... Стоп, стоп, но деньги же какие-то платили. Да, это компенсация, компенсация в зависимости от твоей позиции, в зависимости от твоей должности занимаемой, она есть небольшая компенсация. Павел, у нас есть телефонный звонок, давайте примем его. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, а как по месту основной работы отнеслись к решению доктора поехать куда-то там в Йемен? У него же есть там свои пациенты, свой график какой-то, это первое. И второе, а кто финансирует эту поездку, эту организацию вообще? Добровольные взносы, ООН там или еще кто? Спасибо. Ну, начнем с первого вопроса. Как отнеслись в Березовском к вам? В больнице, как сказали? Не осустили, осустили? Бери отпуск до свой счет или как? Ну, как-то я вот... Как бы, нет, я тут инициативу взял на себя в том плане, что я просто предварительно сказал, что я буду брать, подкапливать отпуск, буду брать большой отпуск. И как-то не... Я не знал, как результат своей поездки, не хотелось как бы больших разговоров об этом, потому что дело новое, совершенно малоизвестно всем. Но это до того, как поехали. Как приехали, когда? Как отреагировали в родной больнице? Ну... Ну, как... Любые травмы теперь, которые будут получены в Березовском? На вас? Нет, у нас работа другая. Там свои задачи здесь... Свои задачи, они решаются совершенно по-разному. Тут к делу не имеет никакого отношения. Ну, в общем, ну, видите, дело новое, мало кому знакомое. Сложно говорить о том, о чем ты не знаешь. Всегда же все познается в сравнении. Если бы мои коллеги больше бы знали, они, может быть, больше бы... Было бы им больше интересно. Коллега будет рекомендовать такой опыт? Ну, видите, здесь сложно рекомендовать. Я считаю, что эта работа ищет своих людей. Тут не нужно ехать... Не то, что неправильно сказал. Своих людей. К каждому делу должно быть... Кто загорелся, кто-то должен ехать. Да, да, да. Да, да, да. Здесь не нужно ехать всем. Спасибо большое. Мы готовы продолжить сейчас реклама после рубрика «Экономика». Никуда не девайтесь.